момента вы начали так уверенно себя чувствовать очень много думал я вы поймите друзья я умирала я столько я была как сказать я была чертом каким-то вообще понимаете я я столько глупостей надела вы можете посмотреть у меня ролики здесь в плейлистах про вину про стыд а как от них избавляться я столько всего сделала и мне столько уже плохо было этого уставлю я просто жить не хотела у меня была очень сильная депрессия и я вот и я не ела у меня было такое знаете как это называется пассивное самоубийство то есть я думаю я вообще ничего делать не буду и мне не жить не хотела я лежала пила кофе короче и в какой-то момент я поняла что я не умру то есть меня спасли я я уже вот довелась до такого состояния была ну вот прям на грани то есть меня в больницу забрали там меня выходили я понимаю что я занимаюсь какой-то ну что я не умру вот сейчас вот на данный момент у меня была дикая усталость я ничего не хотела и я именно не хотела ни плохого ни хорошего мне просто хотелось ну ты ну за кто был в депрессии ты знаешь просто ну вот и потом такая мысль что ну раз я вот сейчас пока что не умру да я тогда буду жить так как я хочу вообще мне тогда вообще на все насырать понимаешь я не буду больше вообще стараться попробую вот 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 там вот на на этом днище понимаешь вот на этом днище все поменялось когда я понимаю что хуже и не будет понимаешь когда мне там че-то какая у тебя репутация да какая у меня репутация я шлюха была наркоманка там это ко мне и так как говно то есть у меня вич понимаешь что кальчем я могу испортить свою репутацию ну ничем все понимаешь свобода потом там еще и это все но это вот годы это было это в течение скольки вот семнадцатого года получается даже нет 15 наверно так вот в пятнадцатом до 15 году с метадона я слезла тогда вот это он не действовал тогда вот я с метадона слезла с алкогашки слезла и вот я попала тогда в это депрессия у меня началась и вот в этой депрессии я провела полтора года и я вот там вот именно думала 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 я очень-очень много думала вообще а чё я теряю то у меня нихера нету здоровья у меня нету друзей тогда у меня не было и семьи у меня не было меня тогда мужик бросил там еще что-то нет ничего у меня нет я вообще мне не хуй было терять понимаете не репутация ничего я ноль вот там вот такой вот жесткая это было обнуление прямо от бога я сейчас это понимаю понимаешь и не сдохнуть я буду ключом не тут сидеть ничего не происходило то есть плохого тоже уже не происходило то что ну хуже уже все я вот до дна до своего дошла понимать ну вот на меня смотрели все как как на мусор общая ну то есть все короче все все и потом вот это вот и это как тот грузин помните на это на на кладбище совсем один совсем у меня ничего нет я все потеряла думаю потом вау а это же все значит нету якоря никакого у меня значит ничего меня не держит понимаешь ну ничего не держит и все и вот я погнала погнала я на я потом еще вляпалась еще одного этого психопата короче вот так вроде расцвела оперилась но опять ну потому что жила по старой чем мышление было не поменено и вот еще в жертве была и вот потом после него уже я начала прям психологию так усиленно изучать там и это все выбираться 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 понимаешь ну вот и все просто попробовала поскольку было уже нечего терять попробую жить тогда как я хочу и такой кайф пошел друзья когда тебе нефиг терять когда ты вот на этом дне понимаешь ты все просто можешь делать что захочешь ничего не держит и на этой планете ничего не же смерти не боюсь тоже понимаешь и поэтому все все вот эта свобода свободу ты получаешь именно вот на этом мне любовь к себе именно на этом дне именно вот я такая блин страшная была бы мне не я найду как-нибудь фотку по-моему у меня у мамы должна быть где-то как а какая я была вы охранеете вообще по моему где-то была такая одна фотография мы обычно удаляемся какие-то понимаешь откуда я вообще и все и вот-вот-вот и вот и в этой депрессии когда я была полтора и очень много передумывал передумывал бог со мной разговаривал я говорю я не хочу с тобой разговаривать то есть я всех нахуй слова и бога и дьявола всех дьявол меня искушал тебе же так плохо давай вмажемся давай там чего-нибудь и тогда приношает наркоты свободно я говорю иди нахуй ему тоже бог со мной разговариваю не хочу с тобой разговаривать выгремешь собой там что-то по укрыт крыша ехала выгремешь собой поругать меня таращить всю жизнь я гри я устал от этой битвы какой-то борьбы добра со злом светочной мне мне похуй я ничего не хочу все вот вот в том состоянии а потом думаю ну все и вот это как ответственность раз и пришла а я буду тогда решать ответственность это что такое ты сам решаешь все ты вот это там ты берешь судьбу в свои руки понимаешь все не похуй че там люди все кто-то боится там как вот что же люди скажут а типа они до этого про меня что-то хорошие говорили даже когда я была хорошая замечательно вот девочки которые вот вот ты прям вся такая идеальная вся не куришь не пьешь не это ничего не трогаешься там все такая правильно хорошо все про тебя говорят по-любому же все равно есть какие-то мрази которые поливают ее дерьмом это сколько здесь даже женщин я вижу она успешно она красивая она всего добилась она это на умничка не пьет не курит зош мясо не ест там и тогда ее хейтят еще побольше чем меня поэтому ну смысл пытаться кому-то угодить ты все равно все равно тебя будут хейтить все равно только если я вот подумала тоже вот такая мысль если я буду такая как я хочу то у меня и окружение появится меня люди узнают понимаешь а не о машка своей как найдешь я вот это же вот эта мысль это как я найду людей своего духа те которые мне нравятся если я буду притворяться тем кем я не являюсь так вот поэтому ко мне всякие шмары тогда и липливайте в подружки всякие нарцисски всякие бабы какие-то непонятные там мужики какие-то там вообще окружение было у меня тоже пиздец понимаешь почему потому что я притворен потому что я была не не собой а когда я стала собой имя за версту обходят я их бешу раздражаю а им не хочется на и вообще даже блефу их от меня тошнит слава богу они мне замечание хорошо без мата понимать ты не дай бог я же тогда тебе думаю начну нравится это бы что мне липнуть подружки набивать он пошла нахер понимаете все когда ты такой какой то есть это твоя и защита и опора и все и все еще и и я вам просто сядь и подумай сядь и подумай вот эту мысль разгони проставь вот эти вот логические цепочки то понимаешь понимаешь вот а перемкнула меня вот уже конкретно четыре назад получается когда двадцатом до двадцатом я опять в больницу попала опять вот я была на грани там ну все все мне врачи сказать ты умрешь у меня но кто не знает у меня я уже рассказывал это много в роликах ты где слушал у меня вич последняя стадия у меня как бы у меня врачи говоришь я ищу когда в этом году тогда и умру должна была я умереть четыре года назад они мне сказать иди не выживешь что маме моей говорили она умирать все готовьтесь вот так а бог сказал по-другому будет нет и она будет жить понимать ну это все но тогда я вот прям вот все страх смерти тогда мне это бог допустил такой такой момент у меня прям вот так вот ей в лицо подышать чтобы все перестать бояться вообще и она не страшно она просто нам переход нас тогда я себя как духа осознала и и смерть нахуй вообще люблю всех нахуй посылать друзья дьявол и смерть и манипуляторов всяких и это самая лучшая вообще мантра понимаешь и все и вот там на дне ты становишься центром своей вселенной я на дне ты берешь ответственность на дне как это даст я мы лучше видно звезды вот там из ада все и ценить так начинаешь господи начинаешь ценить все действительно приоритеты меняются на дне только на дне ты понимаешь что действительно важно только вот когда при смерти ты или когда ты вот на самом там я не знаю с помойки живешь только тогда ты понимаешь что действительно важно что действительно ты другой становишься пройдя вот эту и другой становишься неубиваемый. И мне абсолютно похуй, что там меня за прошлое осуждает, там еще что-то. Я вообще... У меня сейчас такие друзья, которые... Ну, просто... Какие тут я. Я их обожаю, понимаешь? Своя вот эта вот. Вот. Понимаешь? Ну, вот перемкнула окончательно вот это перерождение у меня 4 года назад уже. 4 года назад. В больнице тогда. Я рассказывала это все в телеграм-канале, как я встретилась с Богом и как заведовала. Рассказывала вот это все. В телеграм-канале длинный ролик есть большой. Здесь все не поместится. Подписывайтесь на мой телеграм, друзья. Ссылка в шапке профиля. Там больше, больше там рассказываю.